Тайны происхождения золота саков раскрывают в Восточном Казахстане. К очередной археологической сенсации приблизились ученые при раскопках шестиметрового кургана Елики-Саза. На его основании обнаружили 830 золотых украшений, датируемых V-IV веками до н.э. и необходимые для их изготовления детали. Экскурс в историю сделал Вячеслав Итлугин. А в долине Елики-Сазы у подножия самого внушительного по размерам кургана археологи откопали настоящую сенсацию. Заваленный каменистым грунтом схрон, а в нем золотые подвески и набор погребальных украшений. Именно камни сберегли драгоценности от грабителей и сохранили их практически в первозданном виде. Курган был полностью разграблен. Мы нашли эти вещи у подножия кургана. Большинство форм, они уникальны. При детальном изучении мы получим очень оригинальные суждения не только по сюжетам, но и по технологии, технике изготовления этих вещей. Как закалялось золото и технологию его литья поможет раскрыть еще одна уникальная находка. На территории могильника исследователям удалось обнаружить мастерскую образца пятых-четвертых веков до нашей эры. Печи и свыше 50 заготовок для производства золотых украшений. 830 извлеченных из кургана Еликесазы золотых украшений – это лишь малая часть развернутых на востоке Казахстана исследовательских работ. За последние 4 года в регионе обнаружили свыше 20 тысяч подобных древних артефактов. Их музеификация еще продолжается. Ученым еще только предстоит изучить поистине ювелирную технологию изготовления золотых изделий. В настоящее время еще идут реставрационные работы. Мы уверены, что все артефакты получат международную известность. Мы презентуем их на казахстанских и международных экспозициях. С 2014 года археологические памятники региона, курганы и места раскопок посетили больше 5 тысяч иностранных туристов. Исследователи добиваются включения древних памятников региона в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вячеслав Ветлугин и Жигир Бабаканов. Итоги дня. Восточно-Казахстанская область.